Гондолы Ну так, если это ваша гондола, значит вы гондольер Я, значит, водитель гондолы А гондольеры, то те полицейские, які забрали у мене права, я не можу ездить на своей маршрутке Извините, сколько стоит покататься на гондоле? За кого голосував? А это тут при чем? Ви чего напряму залежит цена Ну, скажем так, за того, за кого все в Виннице Зря Ото проголосував за іншого, цена была в два рази дешевше Почему? Ото була поездка в один кинец Я серьезно, сколько стоит покататься? Вісім гривень Всего? Тогда нам, пожалуйста, два билетика для меня и моей девушки Ага, ну давай, тягни сюди свою девушку Будем разом с ней чекати на інших Извините, на каких інших? Поки повно не наберется, я никуди не поеду Гондола отправляется, уже едем Гондола! У вас тут всего два места Ну и шо, у меня в Богдане всего двадцять было, а в час пик шестьдесят восемь человек Я, наверное, не так выразился Я хотел мне романтическую поездку на двоих Слухай, ну якщо ты такий Ромео, давай четыреста гривень на бочку, и я снимаюсь с маршрута хоть сейчас Ну так бы сразу и сказали О, так ты из олігархических кланов Так, куди кататься поїдемо? Тільки по Вінниці? Чи можемо кудись в Житомир махнуть? Чи в Білу Церкву? Подождите, насколько я помню, в этих городах нет речек Ну и шо, дорог там теж немає, але ж автобуси ходят? Не, только по Вінниці, пожалуйста Тільки по Вінниці, добре Тільки я предупреждаю, що до шостого мені треба бути на березі А що, по ночам страшно плавать? Та чого в мене ж фонарик в Нокії? То в мене день це гондола, а в ночі це ганделик А, теперь понятно, чого вона такого цвета Не, не, то вона жовта, тому що я її скліпав зі своєї маршрутки Вы сделали гондолу із Богдана? А шо, таке в воді не тоне Ну тут как бы да Хорошо, я тогда пойду за своєю девушкою Давай, Герасим, тащи свою муму Сейчас буде сюрприз Сбудеться твоя мечта Помниш, ти всегда мечтала покататься на гондолі? Боже мой, неужели мы летим в Венецію? Почти Мы в Веніцій А, ну все равно хорошо Ой, как красиво Гондола, гондольер Э, гражданка, следите за выражениями Он не любит, когда его так называют Это водитель гондолы Здравствуйте, водитель гондолы Зваживайся, пожалуйста Давай, аккуратненько А тут у нас второй сюрприз Боже мой, просека и клубника Да, все как ты любишь А то клубника наша, закарпатська Чи польска, а ну? Фу, не, то польска Вон аж на пистицижжена На писти что? То польска мова Наши там в Польще Ее пистицижжать И до нас везуть И не можно, если Тем более с вашим просеком Ваш просекая за две секи Яночка, не слушай, вы Это хорошая клубника наша Да Давай выпьем Давай Отдать швартове Вы кому кричали это сейчас? Никому, це традиція на флоте Давай Фух, чуть Зай, зай Ох Подождите, вы что, пьете на работе? А шо таке? Я ж президенты не збираюсь Пока О, кстати Якщо хочете 100 гривень бутылочка Нет, спасибо У нас есть просека А, ну якщо захочете секать Я бутылочки вот тут поставлю Если что, мы потерпим Женька Слушай, ну все-таки тут красиво А сфоткай меня, пожалуйста Конечно, сфоткаю Конечно, я тебе сейчас Сфоткаю, давай Сделай, как я люблю уток Да, да, да О, 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 уберите губы уточкой Уберите Почему? Уберите, потому что у нас уже сезон охоты на птиц открыто Чтоб не дай бог С берега никто не переплутил Шо за чушь вы несете? Так Давай Лучись! Грибы быстрее! Ты не вы Я ж сказал сразу Йо-моё! О, ну все Все-все, тут не дистанут уже А давай, наверное, без фото Да, давай Я сразу указал Яночка, я не просто так пригласил тебя покататься на гондоле Да У меня для тебя есть очень серьезное предложение Да А мы не спешим? Что? По швидкости як, нормально? А, ну прекрасно плывем Прекрасно Женечка, да Яночка, солнышко, ты каждый день, каждый час, каждую минуточку, каждую секунду делаешь меня счастливым А сейчас? Что сейчас? Не спешим? Потому что я, честно говоря, уже замахался Если вы устали, гребите, как вам удобно, пожалуйста, только не перебивайте меня Дайте с мыслями собраться Да, конечно, я все понимаю Да, Женечка Яночка Просто антишка уже такая, курить надо бросать Кум бросил, прочитал какую-то книжку и бросил Как же она называется? Аланкар? Не, Маринина, точно Маринина Простите, не перебивайте, пожалуйста Конечно, конечно Да, о чем я говорил? А то, что делает тебя счастливым А, точно, точно, да А, а что это? Я А, да, ты, точно, ты Да Яночка Да Мне кажется, что сейчас идеальное место для того Для того, чтобы посмотреть Винницкие фонтаны Ось, смотрите, какие они красивые Зараз они будут спевать Ну, как, подивились Винницкие фонтаны? Больше, знаете, послушали А, а, давайте больше без экскурсий Як скажете Спасибо Женечка, а ты что-то хотел сказать? Яночка, я хотел, что я хотел Я, знаешь, я, как вижу тебя, так Я понимаю, что я очень сильно хочу Якщо сильно хочется, можу туда в камыш пристать Вы пока свое шпилли-вилли сделайте А я на березе качечку погоняю Никакого шпилли-вилли не намечается Пожалуйста, просто тихонечко гребите Да, Женечка Яна Да Понимаешь, сейчас, мне кажется, идеальный момент для того, чтобы сказать О! Все по бизнесу Алло Может, клубничать? Давай, клубничать Алло 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 Алло, не слышно? Алло, Коля, ты? Коля, Коля Коля, алло Та це ты Шо-то ты не звонил давно? Та не говно, а давно Та не ты говно, а связь говно Я говно? Та ты сам говно Причем давно Шо ты мне вообще звонишь? Шо ты деньги мои тратишь? Шо, в Херсон? На Ковуны? Та, конечно Погнали Прямо сейчас Не занят Все Встречаемся беля балки О, нет, нет Стоять У меня клиенты Сидят тут у меня на ушах Разговаривать мешают Все, давай Усерпни Подзвоню тебе Давай Вы закончили? Да Спасибо Я бачу, у вас тут неловко пауза такая в романтике образовалась Можу историю пока рассказать Оце так само Рик тому Плывем Я вот так закиную улечку И сразу клюем Я тягну, чувствую, ну, наверное, кило на 15 Самяра таки Вытягиваю, а не дохлый бобёк Я вас прошу Давайте без ваших историй Да нет, там концовка Да просто тихонечко Половите рыбку Не мешайте нам, пожалуйста Женечка, продолжай Яночка Яночка Я долго думал Я понял, что я Я хочу, чтобы ты Тихо Я хочу, чтобы ты стала Тише, тише Да что, тише, тише Я от счастья хочу кричать Янка, я хочу, чтобы ты стала Да что ты мне, придурок, рыбу Я тебя распугал, ну Да нам пофиг за вашу рыбу Пожалуйста, замолчите Не перебивайте его Женя, продолжай Яночка Да У меня для тебя сюрприз Давай Закрой глаза Ой, закрыла Закрой, закрой, не подглядывай Иваныч Иваныч Что там, клюет? Что там, на макуху ты На кукурузу? А у меня тут предложение делают Уже кольцо достал Как же он меня достал? Да закройте вы рот Да закрой рот, Иваныч Да я к вам очень обращаюсь К тебе же обращаются Гондольер Водитель гондолы Я как раз таки гондольер Почему вы нас постоянно перебиваете? Я уже 4 года жду, пока Женя сделает мне предложение Да мне 32 года, я замуж хочу Мои подружки уже все поженились Развелись И поженились А я еще ни разу в ЗАГСе не была Я в конце концов детей хочу Аааа, мешайте! Не в моих, конечно, правилах влазить в чужие отношения Ну я тебе так скажу Лучше 3 раза подумать Вы заткнитесь, ты, Гарри Согласны? Я согласна! Ой, хорошо Стоять! Куда сразу целоваться? А запечатлеть исторический момент? А ну давайте О, подождите, я видео сейчас включу А давай вот так вот повернись, повернись, повернись Руки вот так расставь, расставь руки А ты из Аталии возьми, а? Every night in my dreams I see you I feel you О, а шо це у нас тут за лужа уже, а? Насекали уже? Вот хто насекал Что вы за чушь несете? У вас лодка течет Черт! Мы с лицей все ж таки попали Давай, давай вычерпуй воду Потому что перша брачная дичь у вас сроками будет Алло, Коля! А мы тонем, Коля! Виктория! Победа! Викуська! Я дома! Я в этом доме! Я у нас дома! Ты че, бухнул что ли? Не без этого У меня повод был Ну? Я тебе говорил, я освобожу тебя от 12-летнего рабства Я это сделал Да ладно! Ты закрыл ипотеку? Да! 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 Мое солнышко! И все проценты выплатил? До копеечки! И скрытой комиссии? Абсолютно все! И справочку из банка взял? Блин! Саша! На тебя никогда нельзя положиться! Ладно! Как эта бумажка возбуждает! Я тебя хочу! Да я сам себя хочу! Стоп! Что? Где дети? Дети у мамы! Ой, хочу тебя! А я тебя знаешь как хочу! Я тебя хочу! Я сейчас тебя устрою! Ой! Ой! Ах, да, я такой! Давит! Да-да-да! Да нет, пульт от телевизора давит! Днями внесені зміни у Кримінальний кодекс України. Тепер навіть для виконання так званих подружніх обов'язків необхідна згода партнера. У іншому випадку акт проникнення в іншу людину буде вважатися злочином. Інакше кажучи, зґвалтуванням. Сашка! А че ти? Уже все, что ли? Ну скажем так, пока на паузе. Ты че? Из-за какой-то новости остановился? Сашка, ну это же прикол такой! Какой прикол? Я только шоу ипотеку оплатил! Ты знаешь, какое у меня сейчас отношение к документам? Сашенька, ну если тебе нужно моё согласие, то я согласна. Только мне письменное согласие надо! В смысле письменное? Да, и причем указать сразу, что сторона два не претендует на получение удовольствия, в отличие от стороны один. Так у нас всегда так. Сторона один получила удовольствие, отвернулась, храпит. А сторона два выкручивается как может. Ой! Что ой! Не надо верить всему, что говорят по телевизору. Согласен, по телеку могут и дурню сказать. Но в фейсбуке-то фигню не напишут. Там же в падении идиоты сидят. Ничего себе! Ты посмотри, вся лента пестрит. Смотри, даже форма специальная есть. Акт на проникновение в живого человека. Сашенька, ну давай так. Мы возьмем чистые листики, на них оставим свои подписи, а потом все оформим. А, не надо. Ты меня так уже один раз в ЗАГСе развела. Да. То есть ты реально считаешь, что перед сексом нужно заполнять какой-то акт? Вика! В стране реформы! Я не удивлюсь, если скоро надо будет справку из Горводоканала получать, для того, чтобы пописать. Зачем? Ну мы же проникаем в их канализацию! То есть, по-твоему, я должна у курицы спрашивать, а можно ли ее нафаршировать? Или ты каждое утро у своих трусов будешь спрашивать, а можно я обеими ногами в вас проникну? Так это ж уже групповое проникновение! Вика, не неси чушь! А ты? Хорошо! Хочешь, давай сейчас куму позвоним? Он все-таки в законах что-то соображает? Да откуда он законы знает? Он же мент! Алло, кумчик, привет! Привет, родной! А ты слышал этот прикол? Сак там за... А ты уже заполнил? А, я тебя сейчас отвлекаю? Ой, извини, все, давай, пока! Видала? Ну, ладно, распечатывай! О! О, пожалуйста! То есть еще и две страницы? Да мы акт на проникновение будем заполнять дольше, чем будет длиться само проникновение! Зато по закону, Вика! А может быть по закону! На самом деле, на секс до двух минут ничего заполнять не надо! Шо тут заполнять? Господи, одна минута! Так и я об этом же! Вот, пожалуйста, акт на проникновение в живого человека и акт выполненных работ? Ха! Не, ну тут-то ты сразу можешь подпись поставить, чувак! Нет, Сашенька, вот тут я как раз поставлю, когда ты сделаешь работку! Давай, основной заполняй! Чит, бюрократка! Ладно, поехали чудом! Так, значит, сторона два у нас. Виктория Сергеевна! Так, дата рождения! Ты чё, борзил, что ли? Я помню! Я просто вспоминаю, какой по счёту месяц июль! Июль, седьмой месяц! А день рождения у меня в январе! Разрешает стороне один в лице Александра Константиновича в себя проникнуть! Формулировочка, конечно! Так, значит, способ проникновения, нужное подчеркнуть! Так, я вот это третий делать не буду, у меня шея и так болит! Да я половину из этого уже и не смогу! Не 20 лет! Ого, а вот это как? Это получается я, а ты... Да не-не, Вика, ну чё, не, там вот так вот надо, всё, вот это... Классика! Хорошо. Так, значит, опишите ход проникновения. Ну, так и пиши. Сторона один. Так. С одышкой. Кряхтя, сопя. Совершит несколько неловких движений и уснёт. Вика, это серьёзный документ. И заполнять его надо тоже серьёзно. Аполлон один. Выводит свой спутник. На орбиту стороны два. И кружит, 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 кружит. Давай дальше, кружилка. Да. Так, значит, так, приблизительное время проникновения. Ну, пиши как обычно. Ну, пишу уже так, давай. 30 минут. А, ну тогда я в апте выполненных работ тоже напишу. 30 минут. Тихо, тихо. Ладно, 3 минуты. Всё. Так, значит, стаж в сексе. Ну, пиши 12 лет. Так, хорошо, у тебя, значит, 12, у меня 19. Здрасте. Ты же говорил, я у тебя первая. Так мне самообразование в стаж идёт. Пиши. Да чё писать-то тут? Всё, дата, подпись, всё. Ну и всё. Всё, ну отлично. Да. 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 Нет, 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 нет. Мелкий шрифт. Вот, всё это обязательно должно быть согласовано в присутствии нотариуса. Ты чё, прикалываешься? Нет. Всё, 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 набираю, Викусь, набираю. Алло, нотариальная контора, здравствуйте. Нам срочно нужен нотариус. Да, надо для того, чтобы акт проникновения оформить. А, что, все заняты? А, ну да, сегодня же пятница. А мы двойной тариф заплатим. Двойной тариф платим. Ждём. Фу. Слышь, Викуська, я вот чё подумал? А вот если твоя мама ко мне в мозг без моего разрешения проникает, это получается... Я тебе сейчас в бубен дам. Заходите открыто. Открыто, открыто, да. Соседи. Здравствуйте, здравствуйте, бабулечка. Здрасте. Соседи, вы про новый секс-закон слыхали? А, бабуля, да вы уже поди лет двадцать, как вне закона. Я вот как раз акт проникновения составляю. Ха-ха-ха, я не понял, вы чё, на всю пенсию Виагры накупили? Малфий Скорострел. Бабулечка, смотрите, там всё просто. Вначале указывайте свою фамилию, а потом фамилию партнёра. Ага, да. А если у меня не один партнёр? О, у вас там что, пенсионерская свингер-вечеринка? Или вам вместо гречки чё-то другое на выборы дали? Подождите, как это, не один? Ну так, обленерго, укоргаз, водоканал. Мне такие счета за однокомнатную квартиру приходят, что они меня явно поимели без моего согласия. Ага. Бабулечка, родненькая, вот с ними, со всеми и заключайте эти акты. Всё, и идите себе спокойненько отдыхайте. Спокойной ночи. Ага, ага. Заходите открыто. Откры... Так, ты обленерго, укоргаз? Я нотариус. Значит, как сексуальный партнёр ты меня не интересуешь. Давай. Здравствуйте, нотариуса вызывали. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, позвольте. Ой. Так, ну что же, давайте приступим. Да. А вы что, ещё одеты? Должны быть раздеты? Это как хотите. У меня сегодня разные случаи были, разные. А. Так, акты заполнены. Да, пожалуйста, да, всё, всё есть. Так, паспорта вижу. Я пока всё проверю, а вы пока можете приступать. В смысле приступать? Мы бы хотели в интимной обстановке. В интимной? Могу вам музычку поставить. А давайте вы просто быстренько проверите. Да. Виктория Сергеевна даёт согласие Александру Константиновичу на классическое проникновение. Ю-ху. Классическое? Боже, как скучно. Ну здесь вроде всё окей. А задолженность по коммуналке есть? Нет. А если бы была, то что? Ну, официально ничего. Но неофициально мы не имеем права регистрировать акт супружеского долга до погашения коммунальных долгов. У нас субсидия есть. На супружеский долг? Пока обычная. Прекрасно. Раньше проникновения были? Ну, конечно были. Были. А доказательства есть? Естественно, есть. Дети. Они у мамы. Двое. Прекрасно. Прекрасно. Я пока проверяю. Можете задавать вопросы. Если есть. Слушайте, вот у меня такой вопросик назрел. А вот если, допустим, сторона 1, ну как бы уже всё. А сторона 2 ещё нет и требует продолжения. Вот скажите, как мне выйти из этого договора, чтобы не получить штрафные санкции? Смотрите, Сюля. Только по форс-мажору. Ха-ха! Всё, Сашка, будешь хотя бы 10 минут, но быхтеть. А то акт выполненных работ не подвешу. Скажите, а что потом с этими актами делать? Вообще акты приняты по мере наполнения. Подшивать в папочки. Папочки сдавать в архив в хронологическом порядке. Ну что вы? Нам архив не нужен. У нас всё в файлик влезет. Жаль вас, конечно. Хорошо, подпишите тогда здесь. Ага, ага. Пожалуйста. И вот здесь. Ага, давайте. И укажите сумму с учётом НДС. Налог на домашний секс. Ну вы с девушкой рассчитываться будете наличными или картой? Вообще-то мы женаты. А, да. А, вы бюджетники. Это многое объясняет. Многое. Прекрасно. Так, здесь всё хорошо. Видеофиксацию проводить будете? Нет. Тогда нужны понятые. Что? Закон есть закон. Так, я быстро. Слушайте, у меня ещё такой вопросик к вам. А вот, допустим, я один и решил акт проникновения совершить. Мне это тоже надо будет у вас узаканивать? Насколько я понимаю, когда один, это не проникновение. И для этого вам нотариус не нужен. Вы можете сами себе быстренько от руки набросать. Так. Вика! Давайте, соседи! Расписывайтесь! Вика, да что за срочная срачность такая? Мы вообще делом занимались там. Здравствуйте. Здравствуйте. Будете понятыми для составления акта супружеского долга, без которого сам акт считается нарушением закона. Это что, я, получается, с утра уже четыре раза закон нарушил? Я у тебя, получается, рецидивист, да? А я бы на вашем месте так не радовался, потому что за это предусмотрена уголовная ответственность, как за изнасилование. Я айфон хочу! Вот чтоб ты так на заправке быстро соображала! А еще я хочу новый Лексус! Будет тебе Лексус! Я хочу на Мальдивы! Хорошо! Я хочу новую квартиру! Ты в обоих закати! Обе! Мне дешевле от тюрьмы отмазаться! Тем более я прокурор! Давай, давай, иди, ложись, я сейчас приду! Слушай, а ты нотариус? Кем я сегодня только не был! Классные случаи были, разные! Слушай, а вот в этом акте, там подпись жены обязательно? Ну, конечно! Тут же написано, подпись партнерши! Не, у меня подпись партнерши и подпись жены, это две разные подписи! А, в вашем случае, я бы рекомендовал оформить месячный абонемент! Вариант! Только давай ходовой! О-о-о! Отлично! Давай, оформишь и все, заходи! Хата напротив! Напротив! Прекрасно! Вам бы я тоже рекомендовал оформить месячный абонемент, чтобы каждый вечер меня туда-сюда не гонять! Да не, мы вообще с Викой чаще, чем раз в месяц и не плани... Пусть пыхтете у меня! Давайте на месяц! Подписывайтесь здесь... Ага... ...и вот здесь... ...и можете приступать! Не скучные вам ночи, скучные люди! А-а-а-а! На законных основаниях! Ух-ча-пух-ча-ча-ча! А-а-а! Ух-ча-пух-ча-пух-ча-ча-ча-ча! А-а-а! Сашка, а я уже все! Да, я такой! Как все? Да что-то... ...перегорела я! Как перегорела? У меня-то уголек еще тлеет! Может, раздуем? Я просто не понимаю, зачем оно надо! Нет, я вообще как бы понимаю, но принять не могу! Вот раньше... ...раньше как-то, ну, романтичнее было, что ли! Ты, как женщина, отказываешь, уходишь, скрываешься, убегаешь... А мужчина, он тебя настигает, догоняет, загоняет в угол, как мышку! И ты такая... ...пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи... Я не такая, а он набрасывается на тебя, как лев! Ну, или как ежик! И потом все счастливы! И мышка пикает, и ежик сопит в две дырочки! Вот у родителей у наших, ну, вот у них было все по-другому! И мы рождались! А вот это вот все... Ну, какое-то оно ненастоящее, правда? А ты знаешь, Викусь, я сейчас прям сильно-сильно тебя захотел! Правда? Да! Ну, тогда догоняй, ежик! А то акт выполненных работ не подпишу! Подпишешь? Еще как подпишешь! Ты это, давай, Викусь, наверное, иди по-быстренькому, я тебя здесь подожду! Ага! Сейчас, Сашенька, сейчас! Давай-давай-давай, быстрее, пока мы внимания не привлекаем! Здравствуйте с Викторией! Ваш столик готов! Стоп, какой столик? Ты же просто в туалет хотела! А я тебя не обманула, я действительно хочу в туалет! Это что за ресторан такой? Где просто в туалет сходить, надо столик заказывать! Сашенька, я просто хочу нормальную годовщину нашей с тобой свадьбы! Ёкарный бабай! А я думаю, что вот это вот все, вот это вот такое? То есть, получается, все предыдущие, значит, были ненормальными? А ты как думаешь? В прошлом году ты меня закрыл в квартире, а сам ушел бухать со своими друзьями! Правильно! Ты же сама хотела квест-комнату, пожалуйста! Я десять часов не могла выйти из квартиры! Согласен, уровень был сложный! Ну, а два года назад я тебе показал Мальдивы! На карте? Не только! Тревел-шоу? Короче, я тебе всегда дарю нормальные подарки! Домкрат? Правильно! А зачем я тебе подарил домкрат? Чтоб починить свою машину! А зачем? Чтоб поехать на свою рыбалку! А зачем? Чтоб вы там нажраться и привезти одного карася! Вот! Подарком тебе была рыба! Саша! Я одела свое лучшее платье! Я еле в него влезла! Ты еще в ресторане хочешь сидеть? Да тебе на диету садиться надо! Ты жирная! Ты, придурок! Я тебе полдня эту рубашку гладила! Вторую половину дня галстук этот искала! Потому что в этот ресторан без галстуков нельзя! Снимешь, я тебя на нем повешу! Просто поправил! Вам что-то подсказать? Да, подскажите, где здесь выход? Не нужен нам никакой выход! Ой! Кто-то уронил 500 долларов под стол! Всем стоять! Это мои! Ах, Сашка! Какой ты у меня романтик! Вика? Да? Я не могу сидеть в этом ресторане! Почему? Потому что за тем столиком сидит моя бывшая! Не повоначивайся! Саша, какая бывшая? Мы с тобой с пятого класса вместе! А с первого класса учились вместе! Это потаскуха из детского садика! Ты бы видела, что она творила на сонном часу! Ой! Саша, я хочу вон тех устриц, которые... Козырых идет за тем столиком вон! Намек? Понял! Ага! Значит, смотри! Я их отвлекаю, ты хватаешь устрицы и за наш столик! Ты что, дурак? Хорошо! Тогда ты их отвлекаешь, а я хватаю устрицы и за наш столик! Саша! Значит, не очень ты и хотела эти устрицы! Мы сами заказываем здесь ужин и точка! Ладно! А я вообще-то готовился! Ой! Я заказал романтический ужин! Я, можно сказать, воссоздал полностью первую нашу встречу! Сашенька, я не хочу опять есть с тобой на вокзале эти беляши! Ты эту встречу воссоздаешь каждый раз, на каждый праздник! Вика, я тебе так скажу! Ревизор не одобрил этот ресторан к посещению! Сашенька, а не надо называть своего друга-алкаша-ревизором! Ты лучше понюхай, как тут вкусно пахнет! Ну да, действительно, пахнет вкусно! Давай посидим пару минут, нанюхаемся и пойдем домой! Саша! Я хочу ужин в этом ресторане, понятно? Хочешь ужин в этом ресторане? Хочу! Хорошо! Сейчас я тебе все организую, сейчас, секундочку! Алло, пиццерия! Нам, пожалуйста, четыре сыра! Саша! В этот ресторан нельзя со своей пиццей! Отбой! Доставка суши? Нам хираки-маки! Саша! Во-первых, хунаги-маки! А во-вторых, в этот ресторан нельзя ни с пиццами, ни сушами! А в беляшную можно было! Вот видишь, в этом ресторане одни минусы! Ну все, можешь открывать! Блин! Опять этот ресторан? Ну это лучший ресторан в городе! Мы каждый день сюда ходим! Мне все надоело! Я хочу что-то новое! Ну, пупсик, ну подожди! Дыкачка! Секундочку! Саша! Здравствуйте! Я ваш официант! Меня зовут Александр! Подскажи, пожалуйста, за каким вы столиком? Вот тот дальний, там где омары! Егор, я ухожу! Ну что, подожди, ну куда же? Ну я же все оплатил! Омары, лобстеры и креветки! Ну хочешь, полетели в Париж? Париж! Хочу-хочу-хочу! А! Полетели! Ну полетели, девочка моя! Мадам, прошу к столу! Саша, я не буду есть чужого столика! Понял! Простите, но так нельзя, вы это не заказывались! Спокойно стоять! Саша! Саша! Королевские креветки! Я не буду это есть! Фу, Саша! Ой, какие мы брезгливые! Так, давай вот так вот! Мы ужинаем в этом ресторане! Так! И я исполняю любое твое желание! Так, значит, первое и основное мое желание! Сейчас я доедаю, и мы отсюда уходим! Тебе что, трудно меня похормить? Сашка, что случилось? Саша! Я не могу сегодня веселиться! Что произошло, Саш? У меня бабушка умерла! Так, Саша, у тебя бабушка умерла 10 лет назад! Серьезно? Так долго смска шла, капец! Это вам комплимент от шеф-повара! Вика, не ешь это, не ешь! Я за это платить не буду! Саша, это бесплатно! Ага, да-да-да-да-да-да! Это действительно бесплатно! Понимаю? Са... О, давайте нам 20 таких комплиментов! Саша! В кои-то веки мы выбрались в ресторан! Я надела лучшее платье, а ты... А ты меня не любишь, получается! Да... Да чё я не люблю? Потому что ты всё время портишь всё! Да люблю я тебя, люблю! Конечно, люблю! Ладно! Короче, давайте, несите шампанское, несите эти омары, креветки! Всё, давайте сюда тащите! Правда? Да! И ты не убежишь? Нет! И вопрос ещё один! Слушайте, в вашем ресторане бриллиантами рассчитаться можно? Разумеется! Минуту! Сашка! Какими бриллиантами? Вот такими, Вика, бриллиантами! Я целый год экономил, ну и насобирал к тебе на серёжки с бриллиантами! Ой! Заходите! Давай-давай-давай-давай! Мамулечка! Три-четыре! Поздравляем! Ой, это... Вот это вот всё, это для меня! Да, Викуся, всё абсолютно для тебя! Единственное, что, конечно, за это всё придётся рассчитаться твоими серёжками с бриллиантами! Мам, давайте! Шо тебе давать? Ну, серёжки, которые я специально для Вики в беляш спрятал! Ой! Зятёк, у меня для тебя две новости! Первая хорошая, а не у меня! А плохая? А не во мне! Вас долго не было, я тут беляш съела! Ну ничего, скоро они будут у тебя! Я эту беляшную знаю! Блин! Мама, я знаю ваш желудок! Он переварит эту бижутерию! Сашка, ты же сказал, что бриллианты! Да! Они один в один, как бриллианты! Если бы я не знал, что они 150 гривен стоят, я в жизни... Саша! Саша! Викуська! Ты долго там? Ещё пять минут! О! Сегодня у нас рекорд! Два часа пять минут! Ого! Двенадцать тысяч шагов! О! Ничего себе! Это ты за сегодня намотал столько? Это за два часа, пока я её ждал! Слушай, ты, наверное, присядь! А то нам во дворе придётся асфальт новый стелить! Куда сегодня собрались? Да, вот, в ресторан хотим пойти! А, ну такой себе повод! Да нет, у нас сегодня вторая годовщина свадьбы! Бумажная! Вот я ей подарочек своими руками сделал! О, круто! А следующая годовщина как называется? Кожаная! Вот чё-нибудь из кожи уже начинай готовить! Мы тоже в ресторан идём! Да? Да, сегодня повод у нас классный! День рождения, как назло у неё! А, а мы во французский, а вы куда? О, мы в круглосуточный! Ну, чтобы не опоздать! Кстати, надо поторопить её! Викуся! О, не-не-не-не-не! Так не надо делать! Я так когда-то сделал, чуть до развода не дошло! Лучше тихонечко подождать! Лучше тихонечко подождать! Какой-то серый, блин! Какой-то растянутый! Короче, неважно! В чём, вот шо одел, то одел! Ну да! Кстати, дёрнешь писяшку? О, нет-нет-нет! Спасибо, мне ещё за руль! Ты чё, оно через три часа выветрится! Каких три часа? Я надеюсь, она быстрее выйдет, а наше платье уже выбрала? Вот ты наивный, это капец! Я вот всё время, зная эту ситуацию, такси вызываю, и всё, и погнали на такси! Да? Да? Ну, наверное, вы правы, на такси даже дешевле получится! А то бензин сейчас дорогой, мы пока едем, три раза возвращаемся! То за духами, то за помадой, то за... Выключить утюг! Я извиняюсь! Ой! Просто второй час уже прошёл, продлевать будете? Я про вас забыл! Да-да, конечно! Так, вот, пожалуйста! Ага! Ага! Спасибо! Вот работёнка у вас, конечно, сегодня, да? Да, кстати, реально, непростой денёк! Смартфон сел, сканворды я уже все разгадал, радио в машине не фуречит, один диск Козловского заебест! Так а долго ещё? Сейчас узнаю! Бекусь, ты долго там ещё? Уже почти! Уже почти! Ну окей, я тогда через час подойду! Да-да-да, не вопрос! А вы зачем такси так рано вызвали? Мы, понимаешь, в лифт уже зашли, я только на кнопочку нажимать, а жена вдруг на чулках стрелку заметила. Говорит, всё, я бегу переодеваться, а такси-то я уже выслал. Знаешь, ладно. Я извиняюсь. А можно ещё сигаретку стрельнуть, а то у меня вторая пачка закончилась. Да, конечно. Можно и две? Слушайте, берите, наверное, пачку всю. Берите и... То есть мы не скоро ещё, да? Да, и вон, семак полузкаете. О, спасибо. Так а мне бы, это, на Кристиной сегодня. Я просто вчера одного мужика тоже вот так вот ждал, пока ждал, так подружились, он мне предложил кумом стать. Так что, успею на Кристину, нет? Саша! Ты не видел мой второй чулок серого цвета? Не, не видел, потерялся, наверное, где-то. Так, выходи, так, на улице жарко, правильно? Я ещё чуть-чуть. Ну, ещё чуть-чуть. Пойду диск какой-нибудь ещё куплю. Слушай, я, наверное, знаешь что? Перекушу. Вы же в ресторан собрались. Да когда это будет? Ой, а я вот раньше нервничал-то, когда ждал. А потом подумал, да что его нервничать-то, а? Вот теперь жду. Она меня даже в телефоне переименовала, как Хатико. Прикольно. А моя меня называет Ждун. Ждун-бздун. Яна, ты скоро там, я уже кушать хочу. О, где, блядь? Вот это ты зря сейчас ляпнул. Вот не надо было. Хатико, сейчас я быстренько чё-нибудь тебе приготовлю. Не надо, не надо, я перехотел уже. Так ты определись, хочешь, не хочешь, блядь, задолбал. Ну всё, ты достал её. На, пей, ты уже никуда не едешь. Я сейчас всё исправлю, у меня к ней подход особый. Котёночек, выходи скорее. Я тебя так люблю, я так соскучился. Тебя ждут внизу миллион моих поцелуйчиков. Слышь ты, гамакотик, я ей сейчас пущусь, ты вообще больше никого в жизни поцеловать не сможешь. Никогда, понял? Извините, наверное, квартира ошибся. Залипает что-то, кнопка. Вот сразу видно, что ты молодой ещё. Два года это, фу. Вот я 10 лет живу с ней. Смотри, учись. Викуська, тут во дворе молоко по рубль двадцать продают. Где? Где? О, красотка, супер, молодец, собралась. Всё, пойдём. Ты чё меня разыграл? Чё разыграл сразу? Отлично выглядишь. Ну скажем, что это стиль, что попало? В голове у тебя что попало? А мне ещё пять минуточек надо. Да, чё ты. Бегу, бегу. Добрый день, добрый день. 56-я квартира в этом подъезде. Да, это наша. Доставка жёлтого платья, вот, пожалуйста. Давайте я передам. Э, распишитесь для начала. Да, конечно. Вот. Спасибо, спасибо. Яна, платье приехала! Вот что в этом платье есть такого, чего нет в точно таких же 30-ти платьях, которые висят у меня в шкафу, а? Ну тебе же ясно сказали. Оно жёлтое. Слышь, вы, гомосеки, я им пять минут даю свалить отсюда, а то я за себя не ручаюсь, у меня мусорный пакет, знаешь, тяжёлый какой. Слышь, сосед, ты, наверное, своё платье убери, ну не своё, а жены, ну короче, убери его куда-нибудь. Яна! Ой, зайка! Да-да-да, жёлтое платье. Пять минут. Капец. О! Да-а-а! Да ладно, не может быть. Дорогая, ты куда? В ресторан. А я? А ты? А ты и дальше подбирай бабочку к доскам и запонки в цвет трусов. Ох, какая женщина. Да, мне б такую. Ой, кому я объясняю, периферия. Капец. Слышь, сосед, а может, давай с тобой вместе мотнём в ресторан, а? Вдвоём, что ли? Ну да, вначале в твой французский, потом в мой круглосуточный. Вернёмся и будем их здесь ждать. Красава придумал, поехали. Поймали. Попьёмся. Чё, гомосейки уже в ресторан собрались? Правильно, валите отсюда, не позорьте двор наш образцовый. Саша! А? Я почти всё. Почти, слышал? Почти. Ага. Викуся, утюг. Ой, точно, спасибо. Газ. Ой, ага, ага. Воду перекрой. Ой, точно, ага. Утюг. Утюг уже был. Ой, спасибо, утюг, точно, бегу. О, видал? Я тебе так скажу. Единственное место, куда женщины никогда не опаздывают, это ЗАГС. Интересно, почему? Потому что они туда с 12 лет собираются. Творим, моя. Ты чё, я своё знаю. По-любому твоя. Ой, Женечка, зайка, прости, пожалуйста, ты разождался. Да что ты, два часа, это как пять минут пролетела. Офигеть, я всего 50 грамм вискаря ляпнул, а у меня уже в глазах двоится. Я на минуту! Блин, сосед! Всё, валим в ресторан. Эй, таксист, мы едем! Погнали! Поехали! Поехали! Только зашёл, сразу девушке начал коленки целовать. Это я упал. Не надо знакомиться с девушкой со словом, блин, ты меня хочешь! Значит так, в этот раз всё беру на себя. Понял. Ты только смотришь, запоминаешь, учишься. Понял. Понял? Понял. Идём красиво. Угу. Швартуемся. Угу. Хеллоу, гёрл. Может, тыры-пыры, тоси-боси, шуре-муре, а? Ой, иностранцы! Ага, из Алкашляндии. Разрешите пришвартоваться. Ой, ещё и моряки! Из самого синего моря. Ну что так скромно сидим, девочки? Афициант! Лучший коньяк, девочка! Из Молдавских. Три звезды. А что случилось, девчонки? Потому что проходил великан с мешком красавицы и выронил двух самых лучших. Нет, тут никого не было, мы с Маруся тут давно сидим. Блондинка твоя, Саня. Верняк. М-м-м. Ой, что тут у нас? Что вы делаете? Просто смотрю, не ушибли ли вы руку, падая с небес. Маруся, ты что, падала? Не, ну я тебя вообще реально завидую прям. Сто процента. А давайте позавтракаем вместе, я разбужу вас с поцелуем. Мне кажется, вы слишком опережаете события. Саня, ты меня поляшки гладишь. Твоя с той стороны сидит. А ваши родители не булочники? Откуда у них такая крошка? У Маруся родители врачи. М-м-м. Двести процентов. Вашей маме зять не нужен? Фу, как банально. Банально? А вашему Шурину деверь не нужен? Не знаю, сейчас прошу. Алло, Шурик? А тебе двери не нужны? Не, спасибо. Триста процентов, старик. Вообще ничего делать не надо практически. М-м-м. Ну все, я вызываю милицию. Вы украли мое сердце. Вот если вы еще раз так сделаете, я действительно вызову полицию. А я могу пожарников, у меня папа пожарник. Ну хотите, я закажу вашу любимую песню, и мы потанцуем? Но вы не знаете мою любимую песню. А я знаю, Маруся любит танго. Яна. Аписант? Танго? Заказ песни 300 гривен. Тогда коньяк две звезды. Итак, танго! Ну, я не пойду танцевать одна, только с подругой. Саша? Псс, псс. М-м-м. Это он просто размял ножки. Понял. Хочешь меня? Да! А-а-а! Яна! Яна, что ты делаешь? Нам нужно поговорить. Мы припудрим носики. А-а-а! Мы пойдем пописаем. Я буду тебя ждать здесь, красотка. С места не сойду. Да. Сами. А-а-а! А-а-а! Все! Они практически наши! Э-э-э! Значит так, сейчас еще два медляка и тащим их в номера. Сережа, я до гостиницы не дойду. Саня, ну что же, подожди сейчас. О! У меня есть таблетка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Через минуту будешь трезвый. Все. А зачем мы тогда весь вечер пили? Мы пили для храбрости, теперь пьем для трезвости. Чтобы их победить, мы должны быть трезвее их. Это что, алкоголь? Ужас. Подожди. Блин, я трезвый! Фу, какое мерзкое ощущение! Что ты хотел? Американская таблетка. Через пять минут можно за руль садиться. Мальчики! Соскучились за нами? Ну, нифига себе, они носик попудрили. Может, у них аллергия на пудру? Слушай, а ты таблетки не перепутал? Не знаю, может, дозы переборщили. Слушай, может, мы уже умерли давно и в аду? Где эти красавицы? Их, наверное, эти две сожрали. Мальчики, позвольте пришвартовать свои шлюпки. Все хочу. На ваши якоря. Вы... вы... вы кто? Ай-яй-яй, а давай я подую. Кто вы? Мы красавицы, которые выпали из мешка великана. Нормально вас так об землю шмякнуло. Слышь, Серый, да. А если они к нам приставать начнут? Что-то, да? А приставать начнут. Ты же с ней целовался. Я... стоять, сидеть. Хочешь меня? Нет. Я жить хочу. Мальчики, может, поедем к нам? К вам это... в ад? Нет. Туда, кто нас никто не беспокоит. В морг? Пожалуйста, ваш коньяк. Коньяк слабоват. Водяру тащи давай. А мне, молодой человек, к водочке бокальчик пивка. Давайте лучше не к водочке, а в водочку. И сверху еще устрицу. Ни хрена себе коктейльчик. Называется морской еж. От меня не уйдет. А я хочу секс на пляже. К сожалению, такого коктейля у нас нет. А я и не про коктейль. Серега, у тебя есть таблеточка, которая отменяет действие таблеточки? У меня есть идея. Ты же хотел попробовать тройничок? Чтоб ты один и две бабы. Вот тот самый вариант. Ты же сам сказал, что я все сделаю. Смотри, мол, и учись. Я смотрю и учусь. Ой, а давайте выпьем на брудер шау. я бросил пить давно только что боже как мне повезло сейчас так редко встретишь непьющего мужчину тогда я вас приглашаю к себе домой на кофе с молоком красавчик на твоей маме сноха не нужно как банально да может быть и банально но уже очень хочется побыстрее с тобой по сноха женщина я вызову полицию что боишься что один не справишься с такой красотой ой мальчики а пойдемте купаться в море а я без плавок да что ж ты со мной делаешь а как насчет ужина плавно переходящего в завтрак судя по вам мы еще обед с полником захватить давно меня никто не будил жарким поцелуем господи помоги мне умереть во сне стоп лишь раньше она тебя раздавит а сейчас для красавица соседним столиком звучит композиция боже как приятно пойдемте танцевать но 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 никаких но 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 боже Браво, браво! Ой, а почему же мы не танцуем? Почему вы меня не приглашаете? Ой, вы приглашаете? Я согласна! Женщина, вы мне пальцы сломали! Так, мама! Чего тебе света? Вы что, опять у нас мужиков выводите? Да господи, у нас тоже отдых, мы тоже отдыхаем. Мама, вообще-то у нас есть папа! Ой, да сколько там того папы? Ну ладно, пойдем, найдем себе кого-нибудь помоложе. Жду в девять дома. На чем мы остановились? Хочешь меня? Да! Стоп! Это я, она такая. А мне нужны сначала цветы, подарки, вечерние прогулки, театр. И может быть потом у нас что-то и получится. Официант! Водки! Тетя Света! Мама! Тетя Света! 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 Продолжение следует...